15-го года номер 419 ФССР А именно признано невиновным образованием создания юридического лица через представных лиц, совершенные группой лиц и подводительном узговору всех с отсутствием деяния состава преступления. Государственные сочерчные нового апелляционного представления указывают, что конструкция состава умененного Корнеево преступления предполагает введение в заблуждение лиц, являющихся учредителем аутического лица или трудное управление и лит самого лица. Между тем, в тексте, как я вам корпорендный убийц, не указано, как образом, в граждане майора доведено в заблуждение. Утверждая, что Корнеев ввел майор в заблуждение, сказав последнему, что ему за фиктивную регистрацию общества, ограниченной ответственностью, ничего не будет, это я цитирую в репетиционных представлениях, чтобы было понятно, обвините и рассматривают основания для возвращения по-моему делу прокуратуры. В репетиционных представлениях жалоб и задержания на форме представления не поступало. Посему предоставляю слово государственной миссии Черновой совершенствованию. Продолжение следует. Уточните, пожалуйста, а откуда вы взяли, что Корнеев, что ему, как вы пишете, ничего не будет за фиктивную регистрацию общества, это из какого источника доказательства? Это следует из показаний свидетеля майорова. Ну хорошо. Как вы сказали, пожалуйста, государственная миссия, все. Уважаемый суд, долгое апелляционное представление также поддерживались, более подробно высказывали. Уважаемый суд, мы считаем, что приговор Кировского суда законен и обоснован. Просим оставить данный приговор в силе, а представление прокурора без удовлетворения. Я сообщаю участникам процесса, что с апелляционным представлением каких-либо модных доказательств не было предоставлено. Имеется ли необходимость проверки, то есть повторного исследования, какие-либо доказательства, которые исследовал суд первой инстанции? Выясняем мнение сторон. Пожалуйста, государственная миссия, пожалуйста. Да, уважаемый суд, заявляем в ходатайство о допросе свидетеля майора, явка которого обеспечено судебное свидание, он находится в передаче. Ну, я считаю, что то, что было показанием майора, оно и так и было, смысл его допрашивать. Почему он не являлся туда, а сейчас он появился, я понимаю, что у него есть свои корыстные какие-то цели. Уважаемый суд, учитывая мнение моего доверителя, я полагаю, что он не согласен с ходатайством государственного обвинения о допросе свидетеля майора, поскольку в суде первой инстанции он не был допрошен, было принято решение об оглашении его показаний, которые майоров дал в ходе предварительного следствия. Считаю, что этого было вполне достаточно, и поэтому оснований для его дополнительного допроса живьем мы не видим. Для участвующих лиц полностью ваша фамилия и общество? Майор Дмитрий Майянович. Вы будете допрошены по делу в качестве свидетеля, в случае, если вы располагаете информацию, имеющую значение для дела, вы обязаны дать по делу показания. Дмитрий Майянович, выяснилось, пожалуйста, даться обстоятельства оформления на вас организации общества граничной ответственности в фавор, при котором принимал участие Корнеев Юрий Матвеевич? Я был у друга, выпивая, он тоже там участвовал в этих делах, ну как, у него тоже отторгали фирму. На другую месте выглядели, на другую месте? Да, я у него спросил, он ничего, как, ну да ничего, нормально, все. Тут я познакомился с Владимиром, Владимир продолжал охотник меня фирмы. Документы были, все. Я изначально спросил, никакие последствия потом не будут, нет, ничего не будет. Я был каждым директором в течение месяца, два, вот так вот, и все, и тебя снимут оттуда. Ну и все, ну давайте, заходим. Скажите, пожалуйста, а кто именно предложил вам поучаствовать в качестве директора фирмы? Владимир. Именно Владимир. Какие именно действия вы должны были совершить по просьбе Владимира? Сделать, во-первых, сирокопию, что ли? Сирокопию чего? Ну, паспорта, и там, что там, и снилось, и там, да. И кому их передать? Они забрали, все забрали, и потом на следующий день или через день мы поехали уже к нотариусу. И непосредственно был уже Ель Матвич там. Понятно. А что именно вам нужно было делать в качестве директора? Что вам объяснить? Чистой, писем бумажки. То есть на каком этапе участвовать? Не знаю, вот как, вот нотариус и все. А дальше что предполагали? Я подписал все бумаги, там они, я так понял, оформили фирму, все, больше я там нигде не участвовал. А для чего оформлялась фирма, что вам сказали? Мне ничего не говорили. В ваших показаниях другое написано. Говорили ли вам о том, что вы участвуете в регистрации фирмы на первоначальном этапе, а впоследствии эта фирма будет продана? Да. То есть это кто вам говорил? Владимир. А Юрий Матвеевич что вам говорил? Ну, практически они все одно и то же, что он говорил. Я им один вопрос задал, не подействовать с Лениным потом в дальнейшем, чтобы потом какие-то проблемы будут. Все говорили, что нет, все нормально будет. Потому что ты поможешь директорам и все, из тебя снимут эти все обязательства. А можете ли вы подробнее вспомнить, что именно Корнеев вам объяснял о вашей роли в этой фирме? Никакой роли там нет. Вот, уважаемый государственный обвинитель утверждает, что вас ввели по какому-то вопросу в заблуждение. Именно в связи с чем вас ввели в заблуждение? В чем вас обманули? Ну, в том, что они сказали, что все нормально было. Что это все как бы законно. И это все говорят. И Владимир, и Юрий Матвеевич. Я не раз вопросом не задавал. Точно все будет нормально? Да, все нормально. А что именно нормально? Что именно незаконного произошло, вы знаете? С этой фирмой? Нет, не знаете? Ну и последний вопрос, наверное, который всех интересует. Почему-то никто его не задал. Так какие негативные последствия для вас наступили в результате того, что вы стали учредителем и директором общества фаворта? Вы сказали, так вы прямо не говорили, но защитник так интерпретировал ваши слова, что вас ввели в заблуждение относительно правомерности ваших действий. Я спрашиваю, какие негативные последствия наступили в результате? Ну, в результате вот. Что вот? Вот, встанет мне, говорит. В качестве нейтральной фигуры свидетеля. Какие последствия для вас негативные, я сказал. Еще вопрос. Благодарю вас, петь. Садухов. Хочу несколько проанализировать результаты сегодняшнего судебного заседания, а именно показания свидетеля Майорова, который, на мой взгляд, несколько расширил те доказательства, которые были получены в ходе предварительного следствия. А именно, пояснил свое эмоциональное отношение к вопросу фиктивного оформления на себя коммерческой организации, юридического лица общества, ограниченной ответственности, фавор. Пояснил здесь судебного заседания, что, как он пояснил Владимир, в ходе материала дела установлен, что это Дубровин Вабила, вернее, в отношении которого в материалах уголовного дела имеется постановление об отказе по нереогулатирующим основаниям в связи со смертью. Пояснилось, что действительно ввели его в заблуждение, ввели в заблуждение тем, что не пояснили законность оформления данной организации на него, как это физическое лицо. И также пояснилось то, что в случае разъяснения ему этих моментов регистрации на нему юридического лица, такие действия совершать бы он не стал. Вкратце пояснил все ранние данные показания. На мой взгляд, протокол допроса и показания, которые имеются в материалах уголовного дела, свидетеля Майорова, составлены достаточно поверхностными, допрашивающими лицом существенные все обстоятельства, которые влияют на квалификацию этих событий, на юридическую квалификацию этих событий, должным образом не выяснил, то есть налицо недостатки следствия проведенного. Поэтому, полагаю, и руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 237 уголовного процессуального кодекса, что оправдательный приговор Киркского районного суда города Саратов в отношении Корнеева подлежит отмене, а уголовное дело в отношении к Корнееву возвращение к прокурору в порядке названных пунктов и части статьи 237 уголовного процессуального кодекса России для восполнения тех предоставков, которые были допущены в ходе предварительного расследования. Данные просьбы кодекса обвинительной стороны считаю не целесообразным, хотя бы потому, что видно было, что по первой части первой инстанции упор был на то, что так называемое подставное лицо по причине отсутствия хозяйственной деятельности было и не было упора на то, чтобы его вводили в заблуждение. А теперь они перешли, поскольку не проходит версия первой, они пришли к тому, что заблуждение, но из показаний того же свидетеля видно, что заблуждения не было. Было фактически недопонимание, но заблуждением это нельзя вести. Заблуждение – это когда он скажет, что вот тебе, да, ничего не будет, но при этом он подписывался и был натуральным у нотариуса, ездил в банк, он понимал, что и чего, какие тут заблуждения. Я не считаю, что это заблуждение, поэтому я возражаю против этой инстанции. Посмотрев открытым стенам заседания, предоставление государственной деятельности Черновой на приговор Кировского районного суда города Саратова 16 сентября 19-го года в отношении Корнеева Юрия Матвеевича. Постановил приговор Кировского районного суда города Саратова 16 сентября 19-го года в отношении Корнеева Юрия Матвеевича. Остает без изменения. Позиционное представление государственной деятельности Черновой на приговоре. Позиционное представление уступает в законную силу немедленно. Обжалуется порядке с нормой 2.47.1. Программа профессионального кодекса Российской Федерации. О правом суде понятном? Да, я. Поблагодарить, прежде всего, за смелость судью Гришину, судью Кировского районного суда, которая справедливо рассмотрела данное дело. Несмотря на то, что здесь есть предыстория в виде того, что мой доверитель признавал полностью вину на стадии предварительного следствия и заявил ходатайство об особом порядке судебного производства. И вот именно принципиальность судьи Кировского районного суда Гришиной Жанны Олеговны, она своим решением отменила особый порядок и рассмотрела дело в общем порядке. Разобрались в этой ситуации и вынесла законный, обоснованный приговор оправдательный. Вот сегодня решение суди Аниканова, оно по-вашему справедливо, вот оно показывает? Я считаю, что данное решение справедливо, законно и обоснованное. И областной суд, я считаю, честно подошел к решению этого дела.